Доброго дня всем дорогие друзья! Мы ведем наш репортаж из города Екатеринбурга. Это микрорайон 7 ключей. Вот этот адрес техническое 168 многократно прозвучал во всех средствах массовой информации за последнюю неделю. Дело в том, что в доме, который вы видите сгорел практически дотла, проживала многодетная семья. Замечательная казачья семья Вандышевых. У них 11 детей. И вот 13 человек вечером 1 июля в результате пожара остались без крова. Главу семейства казака Сергея Вандышева мы хорошо с вами знаем, потому что неоднократно мы снимали, а вы видели его в наших репортажах, из казачьей станицы Державная. Дело в том, что Сергей активно помогал этому социальному проекту, который поддерживает людей, попавших в беду. Ну а теперь ему самому нужна наша помощь. Ну что ж, пойдемте в гости. Здравствуйте. Хозяин ждет нас наверху. Лестница пребывает в плачевном состоянии. Ну, мы попробуем по ней забраться. Здравствуйте. Как говорят у вас? Мир вашему дому? Мир вашему дому, Сергей, правда. Ну, вот я хочу сказать, что сколько раз я вам звонила, столько раз я слышала в трубке телефона спокойный, ровный. Радостный. Радостный. Лучше так сказать. Так скажите, в общем, голос человека, который не сломлен бедой, а переживает ее, видимо, как то, что принято из рук Божьих. Лучше вы сами. Ну, конечно. Бог дал, Бог взял. Так ведь говорят, то будет имя Божье благословенно. Не будем уподобляться, я всем говорю, друзьями Иова. То есть, друзья Иова, они пришли такие, как бы, сострадать, но с таким, знаете, чувством, что-то ты не того наделал. И от этого Иову что было еще противнее? Если бы они пришли к Иову с бутылкой вина, сказали, Иов, порадуйся, Господь посетил тебя, давай будем дальше жить и радоваться. Они поступили по-другому, поэтому Бог сказал, они были неправы. Ну, мы, к сожалению, без бутылки вина, но с желанием им помочь. Нет, я к примеру просто, потому что раньше это была так традиция, понимаете. Я понимаю, на Руси с бутылкой ходят горе залить. Мы по-другому, да. Хотя я 25 лет уже не пью, не употребляю даже пиво. Вот. Что произошло? Произошло, конечно, и мы называем это, можно назвать проблему, можно назвать испытание, можно назвать трудность, да. Ближе, наверное, трудность. Почему трудность? Трудность, потому что неожиданно. То есть я всегда, когда ложился спать, молился примерно так, Господи, сохрани от пожара. И как-то боялся этого внутри. Думаю, ну, что еще может быть хуже? Потому что, как говорят, да, вор хоть что-то оставляет, пожар не оставляет ничего. Вот. Но когда произошло возгорание, вот огонь, я понимал, что его уже не потушить. Первое правило вообще МЧСовцев, это, чтобы телезрители это знали, когда у вас случится пожар, не дай Бог. Первое правило. Не кричать «караул, гори!», не бежать искать документы, а прежде всего сказать «Господи, помилуй!». То есть это первое правило успокоиться. «Господи, помилуй!». И тогда уже Господь начинает что-то делать. Ты начинаешь куда-то двигаться в правильном направлении, в покое, в мире, в таком понимании, что все нормально. Господь контролирует всю ситуацию. То есть это для верующих и для неверующих очень важно. Сергей, ну вам-то надо было успокоить еще супругу как-то поддержать и 11 человек детей. Но они, правда, не совсем уже дети некоторые из них. Не успокоить, а правильно действовать надо в этом ситуации, понимаете. Когда горит и очень быстро горит, понимаете, надо быстро что-то действовать. Не метаться туда-сюда, не кричать «э, это забыли, то забыли», а собрать детей, вывезти на улицу и молиться. Все, все, что нам остается, это молитва. Потому что мы не пожарники, потушить мы не можем молиться. Старший сын, вот на примере старшего сына. Ему сколько лет? Ему 24. А самому маленькому? 4 года. Но это не самый старший. У меня старшая дочь ей 26. И внуку 4,5. Он у нас как-то не ходит в церковь. Вот как-то у него церковленный, как говорят, да. И он не сказал «Господи, помилуй». Понимаете? И когда он открыл дверку, что происходит? Ворвался. Кто? Огонь. И он бежал, и огонь бежал за ним. И для него это интересный, как бы, такой прообраз, да. И он выпрыгнул из окна неудачно и сломал ногу. Понимаете? То есть у него не было вот навыка, что ли, да. «Господи, помилуй». То есть навык общения с Богом. Я думаю, сейчас у него хорошая возможность такая. Навык приобрести за два месяца в больнице. Ну, со сломанной ногой. То есть это тоже для нас, как бы, такое, мы называем, для нас тоже это благословение. Больше, кстати. Дальше что? Дальше, конечно, еще интереснее. Дальше еще интереснее. Потому что, когда горит, пламя большое, зевак много, зевак много. И я в этих зеваках увидел интересную категорию людей сразу же. Бросали. Господи, вы еще кого-то рассматривали в этот момент. Очень интересно. Очень интересно наблюдать за другими людьми, понимаете. То есть одни снимают на камеры такие. Я называю их люди, которые не имеют ни веры, ни милосердия. Другие люди. А у меня сын в бане мылись. Выбежали только в трусах. Босиком двое оказались. Один самый хитрый прихватил штаны и футболку. Я тоже был в одних штанах только. И другие люди, они сразу начали их одевать. То есть одели, обули, понимаете. Это люди, которые имеют милосердие. Вторая категория людей, самая проблематичная, это которые имеют веры, веру, но не имеют милосердия. Это как? Это как? Господь поможет тебе. Вот так. У Бога, как известно, нет других рук на земле, кроме наших. Это типа Друзьева. Понимаете, да? То есть вера есть, Бог, наверное, что-то как-то тебя карает. Понимаете? Это самая проблематичная категория людей, я считаю. И с ними надо работать телеканалу «Союз» очень плотно и серьезно. Потому что они его смотрят, понимаете. Но кроме как смотреть, нужно еще что-то делать. Как Яков говорит, дело без дел мертва. Ой, я заступлюсь за наших зрителей. Вот не было такого, чтобы мы призвали на помощь, и люди не откликнулись. Ну просто не было. Я согласен. Я просто говорю, вот из общего фона множество людей, потому что тут было много верующих, много которых я знаю. Потому что мы живем среди верующих, понимаете, разных верующих, протестантов, православных. То есть очень такая у нас религиозная семья разносторонняя. Вот. И четвертая категория – это самые благословенные люди, которые имеют и веру, и милосердие. Но их мало. Но они есть. Но хотелось, чтобы их было больше. В том числе благодаря телеканалу «Союз». Сергей, скажите вообще, насколько люди откликнулись? Потому что вот когда в прошлый раз мы разговаривали, вы сказали, ой, как надо прямо это показать, насколько все помогают. И очень важный у меня вопрос. Я хочу, чтобы мы обязательно успели сказать это в эфире. Как вам можно помочь? И тем, кто живет в Екатеринбурге, если они захотят поучаствовать. И как могут поучаствовать те, кто живет в других городах? Я уверена, что отклик будет. Ну, во-первых, хотелось поблагодарить очень тех, кто откликнулся. Очень много людей откликнулось. Но, опять же, я говорю, откликнулись те, которые люди, которые имеют милосердие. Они не имеют веры. То есть абсолютно неверующие люди абсолютно приезжают в вещи, я измеряю кубометрами, честно скажу. Мы уже завалены вещами. Нам их некуда складировать, некогда перебирать. Жертвуют финансы. То есть абсолютно незнакомые люди приезжают, дают деньги, это тебе. То есть это масса людей. И большая часть, я говорю, это общать, ну, так как мы в эфире телеканала «Союз», это люди, не ходящие в церковь. Это люди, которые не ходят в церковь. Ну, а как вы это определяете? Вот они прямо так и говорят, мы в церковь не ходим, в Бога не веруем, но вот вам помочь хотим. Или как? Я все равно как-то с ними стараюсь общаться, как-то благодарить их все равно, понимаете. Потому что я больше, конечно, хочу, чтобы люди ходили в церковь. И немножко разбираюсь в людях, кто ходит, кто не ходит. Вот, поэтому это масса людей. И хотелось их поблагодарить очень сильно. И чем помочь, да? Вот мы сейчас нуждаемся в стройматериалах и в рабочих руках. Мы увезли уже 8 КАМАЗов мусора. Это очень много. И сейчас возим. И, конечно, вот первая, это наша помощь, это материально. Вторая, это строительные материалы. И четвертое, что люди могут, третье, что они могут помочь, это прийти и поработать. Понимаете, это не просто работа. Это общение. Вот вчера у меня тут интересное... Нет, в воскресенье. В воскресенье, после обеда, интересная была картина. Работали, значит, один баптист, один пятидесятник и один православный. Замечательная картина. Остальные все неверующие. И даже у меня работают люли. То есть это, ну, узбеки. Вот. Которые я помогал в свое время, они пришли помогать. То есть такая межконфессиональная, межнациональная такая движуха. И когда мы садимся за один стол, когда мы кушаем вместе, мы общаемся, это интересное событие. Появляется вот в таких ситуациях, ты чувствуешь, что люди, они помогают не потому, что ты православный. Не потому, что ты там... А потому, что они вот хотят просто помочь от сердца. Вот это важнее, чем даже вот какие-то... Хотя написано, что прежде помог, помоги своему ближнему. Сергей, как с вами можно связаться? Тем людям, которые захотят помочь и не живут в городе Екатеринбурге. Мой телефон сотовый, пожалуйста. Есть карточка жены, на которую люди перечисляют деньги. Вот связь. То есть мы можем дать это в эфире и... Пожалуйста. Да, и связь, пожалуйста, давайте в эфире. Давайте мой адрес. Я на стройке, я здесь. Рад пообщаться. Рад поговорить вместе, помолиться вместе, поработать вместе. Потому что, знаете, когда молитва начинается с общего труда, это лучше. А где сейчас находятся жена и дети? А жена у бабушки. То есть вот сейчас я детей отвез там у нас на Гате есть участок земли. Они там сейчас как бы разбирают вещи, которые нам принесли. А жена у сына, который вот сломал ногу, сейчас находится, с ним общается. Давно не виделись. Потому что вот он вчера только из больницы пришел. Ясно. Ну, что же еще? Даже не знаю. Честно говоря, в некоторой растерянности пребываю. Попрошу нашего оператора показать подробнее, наверное, вот то, что осталось. Да, картина замечательная. Очень такая. Не на всяком пожаре. Вот такой ракурс красивый, да? То есть... Пианино даже осталось, смотрите. Да, пианино осталось, но оно не действует, к сожалению. То есть оно разбухло. Но у нас для него сразу нашлось замечательное место. Мы его поставим... Я его вытащу краном, поставим в лесу, и там будут проводить фотосессии на пианино. Ну, бывает рояль в кустах, а у вас будет фортепиано в лесу. Да. Сергей, скажите, пожалуйста, а у вас же еще животные были. Вот они где, какова их судьба? Лошади мы пристроили. У нас тут друг Цыган есть. У него большой сарай. Мы вот туда пристроили лошади и корову. Вот через неделю мы отвезем их, я руковожу казачьим дозором, мы отвезем в детско-юношеский лагерь, где я провожу занятия на лошадях, я отвечаю, законную подготовку. Мы отвезем их туда. Ну, а там посмотрим дальше куда. Такие мобильные у нас лошади. Спасибо вам огромное. Держитесь. Но я думаю, что это пожелание лишнее. Вы и так держитесь, слава Богу. И с днем семьи, любви и верности. С днем святых Петра и Февронии. Да, но на днях, конечно. Этот день, он чем замечательен, что наша семья, она такая нестандартная. Ну, уж, конечно, у вас даже одна численность, насколько впечатляющая. Нет, мы не только даже по численности, мы вообще безумные люди. То есть мы открыли конный клуб, хотелось бы за этим закончить, да, здесь, на этом месте, да, у нас 5 лошадей, всего 7. И если вы посмотрите вот туда немножко вдали, завтра я поеду за документами, нам выделили землю, гектар земли, представьте себе, здесь будет наш, под лепкой. И там будет конный клуб, где мои дети, то есть у меня дочь старшая будет заниматься обучением на лошадях. Жена у меня закончила курсы ипотерапевта, она педиатр по специальности и будет заниматься ипотерапией. И я заниматься буду, соответственно, с детьми, с подростками, которые привязаны к компьютеру, чтобы их оторвать от компьютера, посадить на коня, дать им шашку. И чтобы они были мужиками, чтобы они действительно не жили в виртуальном мире, а были в реальности. То есть вот этот клуб, мы ни в коем случае не будем останавливаться, мы будем двигаться, потому что землю дали, прекрасный участок земли, приезжайте к нам, пожалуйста, будете настоящими казаками. Не просто настоящими, которые ряжены, да, а которые на коне, вот это вообще... На коне и молятся. Спасибо вам, Сергей, огромное. Здорово, мы тоже будем к вам приезжать. Дорогие друзья, время нашего прямого включения подошло к концу. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь с нами дальше. Храни Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова